МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Гончариканна. И это телепроект «Открытый диалог» на телеканале Интекс. Ежегодно в первое воскресенье октября в нашей стране отмечается День учителя. Профессия педагога испокон веков считалась очень важной профессией. Ведь именно от этих людей зависит, насколько образованным будет наше подрастающее поколение. Насколько интересно или сложно быть педагогом, мы узнаем, пообщавшись с учителем физики гимназии номер 5 города Барановичи Андреем Любасом. Здравствуй, Андрей! Здравствуй, Аня! Как по-твоему, кто такой современный педагог? Как мне кажется, современный педагог — это профессионал, качество которого определяет его непрерывное постоянное саморазвитие. То есть на сегодняшний день можно сказать, что тот педагог, который остановился в развитии, он не может идти в ногу со временем и, собственно говоря, отвечать современным трендам в образовании. Думал ли ты когда-нибудь, что станешь учителем? Честно говоря, это, наверное, самое последнее, о чем бы мог я подумать, когда был еще на пороге поступления в университет. Ну, судьба сложилась так, что мечтал я стать инженером-системотехником, но в итоге подал документы на физический факультет Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина и спустя пять лет стал дипломированным специалистом. Не жалеешь ли, что стал не совсем тем, кем хотел стать в детстве? На сегодняшний день нет, абсолютно нет. Почему? Потому что тут существует несколько конкретных факторов, которые меня мотивируют работать, совершенствоваться. В первую очередь это то, что когда я еще учился в университете, непосредственно в университете учат физики, но никак не работать в конкретных условиях, конкретно в школе, в гимназии. А когда приходишь уже непосредственно на работу, ты погружаешься, скажем, в ту атмосферу, в то действие, которое там происходит, ну и потихоньку начинаешь понимать, и, собственно, въезжать в суть вообще всей системы. Почему именно физика? Почему именно физика? Ну, я думаю, у меня всегда как бы была склонность больше к точным наукам, к математике, к физике. Вот. И понятно, что все инженерные специальности, они базируются на математике и на физике. Да и вступительные испытания, централизованные тестирования сдавал тоже по математике, по физике, соответственно, и по языку. Вот. И поэтому я выбрал физику. Что можешь сказать о современных детях? И как они относятся к учебе? Даже сравнивая с собой, хотя школу я закончил относительно недавно, 11 лет назад. Вот. Дети, конечно же, на сегодняшний день очень сильно поменялись. Это в первую очередь связано с тем, что появилось огромное количество гаджетов. Сейчас, начиная от самого маленького до самого большого, школьника, гимназиста, у всех в руках есть смартфоны, планшеты, ноутбуки. И это непосредственно сказывается на том, как они воспринимают вообще информацию. То есть это не так, как было для нас. То есть когда им говоришь, представьте себе, когда мне надо было написать сообщение или реферат, мне приходилось проводить библиотеки по полдня. Они с ужасом смотрят и не понимают, как это вообще в принципе может быть, когда сейчас ты в поисковике написал запрос, и тебе поисковик выдает огромное количество ссылок, которые тебе просто надо копировать, ставить. А если кто-то даже сильно, скажем так, заморочится, еще и перечитать, и проанализировать всю информацию. Вот на сегодняшний момент. Как заинтересовать ребенка, чтобы он все-таки все силы бросил в учебный процесс? Мотивация, вот это один из самых сложных аспектов образования. Почему? Потому что замотивировать ребенка, это значит, как бы, в общем-то, условно говоря, влюбить в свой предмет. Зная психологию детей, в первую очередь они, скажем так, заинтересуются образом непосредственно самого преподавателя. То есть в первую очередь среди учеников необходимо себя позиционировать так, чтобы им стало интересно. Потом уже появляется интерес к предмету. Ну а для того, чтобы, скажем так, закрепить этот интерес, ну, необходимы какие-то новые современные технологии, какие-то свои фишки в методике преподавания. То есть даже с учетом специфики своего предмета, физики, конкретно в самой физике за последних 200 лет особенно ничего не изменилось. А вот в методике преподавания меняется очень многое. Может, можешь подсказать какие-то фишки начинающим педагогам? Ну, самая основная фишка — это использование, собственно, наглядных моделей. Вот, причем не те, которые у нас уже есть конкретно, там, штатное оборудование наше, а то, что мы делаем совместно с нашими учениками. Тут, конечно, примеров можно приводить массу. Мы совместно со своими учениками сделали огромное количество различных проектов. С этими проектами, соответственно, выступали на различных конференциях, турнирах, олимпиадах. Ну, если, конечно, перечислять, это огромное число проектов, на самом деле. Бывало ли такое, что дети доведут нас столько, что хочется прийти домой и поколотить подушку? Ну, на самом деле, это больше, наверное, относится к моим коллегам женского пола, потому что они более как бы восприимчивы к этому всему. Ну, я, наверное, с позиции мужчины, мне в этом плане как-то проще. Хоть я и даю много свободы своим ученикам, но также я от них требую дисциплины. То есть, и может быть такое, то, что я захожу в класс, я просто становлюсь, проходит секунд 15-20, и просто в классе повисает тишина. Такого не бывает, потому что всегда поддерживаю дисциплину, порядок, хотя и даю много свободы своим ученикам. Расскажи про гружок, который ты ведёшь, помимо уроков. Ну, на самом деле, это такая очень давняя история. Вот, я как только вот пришёл на работу, это был 2014 год на дворе, и тогда, помню, пришло первое положение, первый областной турнир по робототехнике RoboFest. Кстати, в этом году он уже будет седьмой. Вот, и тогда, ну, я понимаю то, что, в принципе, это всё возможно, то, что там пришло в этом положении, воплотить в жизнь. Вот, и меня тогда как-то так очень активно подхватило эту инициативу наша администрация, ну, и в том числе ещё тогдашний наш директор Татьяна Ивановна Шестак. Вот, всё, купили комплекты, наборы для этих роботов. Мы их паяли там недели три, а то, может быть, даже и месяц. Вот, и в итоге участвовали в областном турнире по робототехнике. Правда, первый его опыт, он был, конечно, печален. Среди всех городов области, городов и районов области, мы стали четвёртыми. Ну, меня это, конечно, ну, в силу моего характера, наверное, оно не могло не задеть. Вот, мы продолжали эту работу целый год. На следующий год приехали, и у нас уже был второй диплом в области. Вот, ну, вообще, да, вот это вот был первый такой, скажем так, шаг, первый толчок, который нас потолкнуло на развитие. Вообще, на сегодняшний день мы вышли на качественно новый уровень, и то, что есть на сегодняшний день у нас, ну, это, конечно, дорогого стоит. То есть, всё это, то, что, то, что нарабатывалось, все наши наработки превратились в центр мейкерства. То есть, у нас для этого есть специальный кабинет, специально оформленная рекреация, различное оборудование по робототехнике. То есть, допустим, образовательная робототехника на сегодняшний день у нас делится на две категории. Мы работаем с несколькими аппаратными платформами. Значит, для начальной школы это Lego виду 2.0, то есть мы полностью организовываем группы и обучаем детишек. Вот, что касается более старшей возрастной группы, детей, то для этого у нас есть аппаратная платформа Lego Mindstorm Education EV3. Вот, но, а то, что касается непосредственно таких уже серьёзных проектов, то тут мы используем Ардуино. На Ардуино, то есть, ну, это уже более, скажем, такая платформа для разработчиков, для студентов технических вузов. Ну, и, соответственно, вот это вот всё развитие переносит свои плоды, приносит свой результат. Как можно попасть в ваш кружок? В наш кружок можно очень легко попасть. На сайте нашей гимназии есть телефоны, где можно, в принципе, позвонить, поинтересоваться. Либо меня можно найти в социальных сетях и задать напрямую вопрос. Может ли попасть туда учащийся, который не обучается вашей гимназии? Да, естественно, да, безусловно. Какие проекты вы представляли на международных конкурсах? Ну, или просто республиканских? На республиканских и международных, ну, в первую очередь, ну, мы тут работаем в нескольких направлениях. Приоритетными направлениями для нас являются, в первую очередь, робототехника, радиоэлектроника, 3D-моделирование и печать, и альтернативная энергетика. Значит, ну, если говорить про самые значимые, то у нас были республиканские дипломы по робототехнике на уровне республики за подписью министра образования Республики Беларусь. У нас были республиканские дипломы на конкурсе энергомарафон. Также мы вошли в топ-12 проектов по версии Государственного комитета по науке и технологиям. Тот парень, который представлял этот проект, ныне является стипендиатом президентского фонда по поддержке одаренной молодежи. Мы, кстати, тогда вошли в топ-12 проектов. Вот и Белорусский национный фонд даже выделил финансирование на создание бизнес-плана. Очень отрадно было наблюдать то, что в зале, когда происходила церемония награждения, звучали такие серьезные организации, как различные исследовательские институты, институты проблем, например, информатики и радиоэлектроники, и 5-я гимназия, город Баранович. Это не может, скажем так, оставить равнодушным. То есть это достаточно отрадно. Какие разработки вы используете в своем кружке для создания новых проектов? Есть ли такие? На сегодняшний день вообще на самом деле это, как это сказать, тайна, потому что не за горами городская конференция, областная конференция, республиканская конференция, но каждый год мы работаем там, и по физике у нас проходит работа всегда, и по энергомарафону, и по робототехнике. Ну, что хочется отметить, вот я могу сказать, из последних работ, вот как раз еще до, скажем так, до того, как до пандемии мы успели съездить в Москву, это международная научно-практическая конференция «Потенциал», где в секции физики наш учащийся Лопут Никита взял диплом второй степени. Ну, чтобы вы понимали масштаб, то есть туда люди собираются, ну, страны СНГ, Россия, понятно. Вот, и когда у вас на секции 65 работ, и всего первых три диплома, и второй диплом, то он думает, что это чего-то стоит. Также в составе белорусской делегации недавно ездили в Латвию, в Эстонию, в город Таллин, это было зимой. Участвовали в международном турнире по робототехнике. По итогам наша республика привезла два диплома третьей степени, но тоже масштаб все-таки международный турнир. Планируете ли заполнить пятую гимназию роботами со временем? Ну, вообще, на самом деле, да, мы над этим постоянно работаем. Мы совершенствуем начинку нашего мейкерского центра. Вот. И тоже постоянно что-то дорабатываем. Вот на сегодняшний день мы делаем еще один новый принтер. Вот, совместно со своими учащимися. Ну, с первым принтером тоже было все очень интересно. Это 16-й год на дворе, когда опытный образец промышленного производства стоил там порядка 900 долларов. Мы его, конечно, смогли собрать за стоимость на порядок ниже. Причем, техническая часть, ну, не буду, скажем так, преувеличивать, в основном ложилась на меня. Когда я начал, скажем так, его программировать, ковыряться в прошивке, собственно, тут уже подключились мои бывшие выпускники. Вот, и когда уже я хотел его просто забросить, потому что на самом деле это не все так просто. Для тех, кто понимает программирование, для того, чтобы он хотя бы начал двигаться, это надо пересмотреть, подкорректировать 1600 строк программного кода. Вот. И тогда подключились мои ребята, и все они доделали. И на конференции мы выступили. Соответственно, был тогда успех достаточно ошеломительный, потому что это были дипломы и на городе первой степени, в сексе информатики, и на области. Тоже мы были дипломированы. Такое большое количество проектов. Насколько это интересно детям? Вообще, на самом деле, вот это вот все движение, вот эта вот вовлеченность, она мотивирует детей, ну, собственно, к познанию. Тут даже можно сравнивать с обычным программированием, которое может там происходить на уроках информатики, когда просто пишете программный код, его там компилируете, проверяете, как он работает. Но тут совершенно другое. То есть вот у нас есть какая-то там определенная, условно говоря, определенный робот, вот, и наша цель состоит в том, чтобы его конкретно запрограммировать под определенные действия. И когда вот ученик видит то, что вот эти вот строки, которые он написал и, скажем так, залил микроконтроллер, начинают что-то делать с этим роботом, тут уже появляется реально неподкупный интерес, вот, и их это на самом деле очень сильно мотивирует. Есть ли направление в вашем игрушке, например, кто-то пишет код, кто-то разрабатывает какие-то модели, либо делает все один человек от начала до конца? Ну, инжинирингом занимаюсь в основном я со старшими ребятами, а вот, допустим, программистов толковых достаточно много. Я даже, не боясь этого, могу сказать, что есть такие одиннадцатиклассники, которые пишут программы, создают алгоритмы гораздо лучше, чем я. То есть для меня это даже не секрет. Планируете ли вы, скажем так, повышать свои знания в данной области? Проходите ли какие-то обучения? Да, естественно. Мы ездим постоянно на различные форумы, конференции, то есть происходит непосредственный обмен опытом. То есть, ну, без этого никак. То есть тут, в принципе, как и в преподавательской деятельности, необходимо совершенствоваться, так и вот в этих направлениях. То есть даже если сравнивать с университетом, да, у меня было, конечно, программирование, математическое моделирование, физики. Писали мы программы, но это меня так не втягивало, не вовлекало. А вот когда я начал общаться с различными людьми, ездить по различным конференциям, начал понимать там необходимость, востребованность постоянного движения, постоянного развития. Бывало ли такое, что дети вот перегорают и больше не хотят этим заниматься? Ну, знаете, даже вот с точки зрения себя, я сам в детстве много себя пробовал везде в различных, там, не знаю, в секциях, там, ну, увлекла меня все-таки радиоэлектроника, начиная с 7 класса. Вот. Пробуют, да, приходят, пробуют, но все-таки такой основной костяк, он все равно остается. И если, допустим, там ребенок приходит, там, в классе 7, там, в 6, в 5, если это ему интересно, если у нас с ним стабильный коннект, он все-таки остается, и потом эти ребята представляют наши работы на различных уровнях, на городе, на области, на республике, и приносят призы в копилку нашей гимназии. Если вспомнить себя в том возрасте, вот, в котором находятся сейчас ребята, помнишь ли ты свое первое изобретение, сделанное своими руками? Первое изобретение, ну, это, наверное, был фонарик самым первым, но тогда мне было совсем еще мало лет, это была батарейка, это была небольшая лампочка, два проводка, вот. Ну, это доставляло такое неимоверное удовольствие, то, что подключаешь проводки, и вау, лампочка горит просто. А вообще, вот, на сегодняшний день многое меняется вообще в понимании, в сознании, и понятно то, что, допустим, одно поколение — это 20 лет, но даже за 20 лет может многое измениться в сознании людей. И я вот, например, на примере, допустим, европейских школьников, вот я имел опыт общаться там с сталинскими учениками, студентами, вот, у них есть такое отличие очень важное. Они получают знания, они получают информацию, и они в первую очередь задумываются, как ее применить. У наших детей этого, конечно, меньше. То есть, у них никогда не поднимается вопрос, вот я, допустим, сегодня выучил новую тему, а как я ее могу применить? Ну, а когда те же ученики, выпускники школ становятся студентами, они продолжают получать новые знания, но они должны уже подходить к этому с другим, там, новым вопросом, ну, качественно новым вопросом, как, допустим, я могу продать свои знания, условно? То есть, в наше время, во время бизнеса, коммерции, очень важно уметь продать свою идею, не просто что-то придумать, а еще и продать выгодно. Фонариком пользовался? Фонариком пользовался, да. Как долго проработал? Пока батарейка не села. Понятно. Поддерживаешь ли ты связь со своими выпускниками? Да, естественно, безусловно. Некоторые выпускники даже вот приезжают, помогают даже некоторыми советами в плане, там, в разработке какой-нибудь, там, нового устройства. Есть ли какие-то планы на ближайшее время? В ближайшей перспективе это доработка нашего мейкерского центра, наполнение его различными моделями, открытие новых направлений. У нас не только вот эти вот основные направления, которые я называл, но у нас еще также есть и CodeClub, то есть в данном направлении мы обучаем детей таким языкам программирования, как Python, JavaScript, C, C++. Я слышала, что вы совсем недавно участвовали в таком проекте, как Junior Schools. Да, вот буквально недавно, это осень, сентябрь месяц, наши ребята представляли делегацию Брестской области на республиканском этапе международного конкурса Junior Skills. Ну, в этом году, конечно же, у нас только дипломы участников, но были, собственно, времена, когда мы восстановились призерами в компетенции мобильной робототехники. Да, и, собственно, я не единожды участвовал, начиная с 16-го года, вот как началось движение Junior Skills Беларусь, я был непосредственно экспертом в компетенции мобильной робототехники. То есть меня туда ежегодно приглашают. Что бы тебе хотелось пожелать своим коллегам в канун профессионального праздника? В первую очередь я хотел бы пожелать своим коллегам в канун нашего профессионального праздника здоровья, благополучия, понимания, терпения в нашем нелёгком труде и всех благ, которые они, собственно, сами себе могут пожелать. Спасибо большое, Андрей, за такой интересный диалог. Мы вам желаем новых побед, новых творческих планов, ну и, конечно же, побольше ребят, которые будут гореть этим делом. Спасибо большое, Аня. И я в свою очередь хотел бы вас тоже поблагодарить за то, что пригласили в вашу студию. Спасибо за тёплый приём, спасибо за эту радостную душевную атмосферу. Спасибо. Телекомпания Индекс поздравляет учителей с их профессиональным праздником. Спасибо большое за ваш труд. На этом сегодня всё. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»